всем привет с вами как всегда я александр и на столе у меня находится очередная посылка со смартфоном от компании сяоми и на этот раз приехала глобальная версия смартфона redmi 5 да все друзья давно ждали глобалку для того чтобы не морочиться с перепрошивкой разлочкой загрузчика и прочей бабуней ну вот в общем давайте на него смотреть приехала радость новый нож как он разрезает да друзья смотрите какая упаковочка смотрите как немножко другой оттенок да давайте сразу сравним с китайской версией коробку нас оранжевая здесь красное упоминание начат о характеристиках на лицевой стороне отсутствует на глобалке на китайской есть с иероглифами тут боковая часть как всегда на глобалке написано global version так естественно по-английски redmi 5 и обратная сторона что у нас тут redmi 5 gold 332 памяти вся информация полностью на английском в общем-то как и должно быть у глобальной версии так давайте смотрим я боюсь этого ножа друзья он вообще острый просто дико и что-то разрезать им надо очень аккуратно снимаем пленочку снимаем коробочку посмотрим чем отличается сам аппарат на комплектацию мы знаем комплектации должен быть европейский зарядник да давайте сразу посмотрим классический 2 амперный до сяоми 5 вольт 2 ампера все в порядке но и кабель micro usb ой какая скрепочка что это друзья это что за это что за я вообще это что за супер экономия друзья вы посмотрите что это такое а что это за это что за скрепка из чего она сделала взяли согнули кусок у сяоми согнули кусок я даже до речи потерял согнули кусок проволоки слушайте но это все вами это жесть честно вам скажу бампер то хоть нормальный ой 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 что-то я разочарован вот такая мелочь всегда как бы ну я не знаю на международный рынок выходить с такой скрепкой вампир на месте инструкции на английском языке разумеется вся полностью так сам аппарат сам аппарат отличается от китайского давайте посмотрим чем на тем что здесь написано английском есть вот эти сертификаты все здесь все на китайском цвет цвет такой же ставки такие же мы с лицевой стороны разумеется то же самое включаем смартфон пока включается пленки долой они только мешают всегда нам так все это быстренько сейчас пропустим загрузилась наше устройство такой приятный экранчик максимальная яркость давайте сразу посмотрим версию прошивки на телефоне так прошивочка у нас стоит 9 2 2 0 насколько я знаю это не последняя версия прошивки давайте включим вай фай найдет он обновление сразу подтянет нет посмотрим пока посмотрим что у нас установлено какие экраны камеры так версия ядра только внесу невский модуль только внесу невский модуль о фильм камера замечательно так давайте все-таки посмотрим в сравнении экраны и друзья я вынужден констатировать что на глобальной версии экран с желтоватым оттенком я не знаю передает эта камера или нет он кстати как будто бы чуть-чуть контрастнее сейчас я вот о телефоне же открою да посмотрите у него как будто шрифты жирнее но подсветка отдает желтизной сейчас это максимальная яркости там и там желтоватый есть оттенок давайте посмотрим мне все-таки кажется что разные версии этих самых экранов установлены так смотрим lcd у нас информация просто lm здесь здесь lcd информация 8613 и bbg 720 видео вот так вот интересно может быть это на глобальной прошивке только память значит в глобалке хайникс здесь память samsung 3 гигабайта обратите внимание разные модули камеры слава богу одинаковые но как-то экранчики до разные тут touch пэнел и bbg значится и здесь тоже а экран то здесь не ббгшный lm что это такое лм надо будет посмотреть посмотрим общеньких маркировок нету а в глобалке вот и в ббг 720 панель вот такие вот дела друзья но цветовой оттенок у нас разный опять начался рандом сяомичный если еще ситуацию с памятью я понимаю что все разницы практически никакой какой модуль вас стоит да какая была значит на заводе по производству материнок память такую и поставили то вот с экранами ситуация ну вот опять имеем то же самое что было и раньше будут устанавливаться экраны разнообразные ну да ладно работает и хорошо так что у нас с обновами давайте посмотрим да есть новая версия 9 2 3 0 на сегодняшний день она последняя оптимизация мы пока обновляться не будем все замечательно слушайте все отлично глобальная версия у нас теперь есть в продаже так давайте ужасной скрепкой этой воспользуемся слушайте но я не знаю на долго не прослужит да лоток точно такой же абсолютно гибридный никто не появилась к сожалению никакого у нас к скажем в рэдми 5 а в европейской версии лоток на весим карты карту памяти отдельно здесь все то же самое как и в китайской на исключение только нету никаких танцев с бубном а слушайте давайте посмотрим отличный личный помощник можно отключить или нет так дополнительные функции рабочий стол вот здесь он нет тоже нету к сожалению выключение этого помощника почему нет у меня вот в китайской версии в обзоре я показывал там можно выключить на прошивке здесь к сожалению нет у вас вечно вот этот экран будет здесь болтаться даже если все убираете без рута наверное даже вы никак не отключить только если ну что друзья теперь вот мы имеем глобальную версию можно смело заказывать кто ждал можете заказывать и в общем то получите устройство уже с нормальной прошивкой с нормальной поддержки без всяких танцев бубном с разлочками и прочего только вот скрепка пожалуй меня расстроилась остальное все полном порядке на этом друзья все всем спасибо за просмотр к вам понравилось ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал на группу вконтакте не забывайте ставить колокольчик чтобы не пропустить выход новых видео и до новых встреч пока до новых встреч пока